Бетонинвест А с 2009 года компания реализует проект комплексной застройки в Голой Степи, 9 микрорайона города. Сегодня на бывшем пустыре стоят современные дома и развитая инфраструктура. А сам 9 микрорайон по свидетельству жителей города является лучшим и красивейшим микрорайоном города Элисты. В июне 2014 года Мацаков Владимир Николаевич выдвинул свою кандидатуру на выборах на пост главы Республики Калмыкия. Между тем, сразу после выдвижения Мацакова Владимир Николаевича кандидатом с июля 2014 года на него начались всевозможные гонения и давления. Одно за другим возбуждается, а потом закрываются уголовные дела, обыски, блокирование счетов, постоянное давление на бизнес и близких. В результате использования административного давления крупнейшая строительная компания с трудовым коллективом около 1000 человек, а для нашей маленькой республики это просто огромное количество, сегодня находится на стадии богродства. Так, 25 июля 2014 года следователь следственного отдела управления МВД России по городу Элисте Эминова СН возбуждает в отношении Мацакова Владимир Николаевича уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. Последовали долгих полтора года непрерывной борьбы, в течение которых в отношении Мацакова Владимира Николаевича осуществлялось уголовное преследование с необоснованным применением мер процессуального принуждения. Остановить беззаконие удалось только после его обращения лично к министру внутренних дел Российской Федерации. В результате истина по делу была установлена, и уголовное дело в отношении Мацакова Владимира Николаевича было прекращено в декабре 2015 года по реабилитирующим основаниям за отсутствием состава преступления. Однако, все это не прошло бесследно для компании. За время преследования авторитеты доброе имя компании были подорваны, а противоправными действиями причинен не только моральный и материальный ущерб бизнесу, но и нанесен ущерб правам граждан, участникам долевого строительства. В июле 2016 года уголовное дело в отношении Мацакова Владимира Николаевича возбуждается теперь уже Следственным комитетом по признакам преступления по статье 145.1 Уголовного кодуса Российской Федерации о невыплате заработной платы. Как следует из материалов уголовного дела, всего Мацаков Владимир Николаевич допустил частичную невыплату заработной платы свыше 3 месяцев 11 работникам ООО «Битовый инвест» на общую сумму 184 708 рублей 57 копеек. Так иначе в среднем невыплата составила около 5,5 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в компании около 25 тысяч рублей. При этом следствие отказалось учитывать, что средняя численность персонала компании насчитывала на тот момент около 1000 человек, а сама компания находилась в этот период в предбанкротном состоянии. В результате предыдущего уголовного преследования и непрекращающегося административного давления именно по этой причине почти все оборотные средства компании вынужденно уходили на выплаты кредиторам. Поддержание необходимой минимальной работоспособности производства и соответственно компания просто физически не могла своевременно выплачивать заработную плату всем работникам в полном объеме. Фактически следствие предъявило обвинение только по формальным основаниям. Как пояснил сам Мацаков для того, чтобы остановить давление на компанию, успеть достроить дома для дольщиков, а не тратить так необходимое время имеющие средства компании на судебные тяжбы, Мацакову пришлось в июле 2017 года согласиться на предложение следствия по назначению мер уголовного правового характера в виде судебного штрафа. Всего через полгода в феврале 2018 года уголовного дела в отношении Мацакова возбуждается вновь. Теперь уже следственным отделом МВД по республике Калмыкия по статье 196 УК РФ. О преднамеренном банкротстве необходимо отметить, что уголовное дело о преднамеренном банкротстве было возбуждено всего через неделю после поступившего заявления без проведения необходимой финансово-аналитической экспертизы. Также очень важно отметить, что дело возбуждено и без учета того факта, что долг компании перед кредиторами состоял чуть больше 100 миллионов рублей. А дебиторская задолженность правительства республики перед компанией только за возведенные компанией коммуникации на 9 микрорайоне города составляет свыше 150 миллионов рублей. Дальше больше. 11 июля 2018 года следователь следственного отдела управления МВД России по городу Элиста возбуждает в отношении Мацакова еще одно уголовное дело, теперь уже по части 4 ст. 159 УК РФ. Так иначе мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. После того, как Мацаковым было предоставлено аудиторское заключение, которое полностью опровергло все выводы следствия, 1 марта 2019 года в отношении него возбуждается новое уголовное дело и избирается мера пресечения домашнего ареста. Только после апелляции домашний арест был судом отменен. В результате, сегодня после почти 5 лет постоянного уголовного преследования с применением необоснованных мер, процессуального принуждения, обыски в домах и офисах, многократные выемки документов, аресты счетов, допросы и запугивания персонала, работа крупнейшей строительной компании Республики фактически парализована, а сотни квалифицированных работников вынужденно покинули Республику и уехали на поиски работы в другие регионы страны, в том числе и за границу. Несмотря на это, Мацаков Владимир Николаевич, как порядочный и ответственный человек, все-таки продолжает строительство домов для дольщиков, а все эти незаконные действия и непрерывное уголовное преследование сильно препятствуют завершению строительства и передаче дольщикам их квартир, а это 256 семей. Считаю, что в результате откровенного вредительства и противоправных действий бывших руководителей Республики и правоохранительных органов Калмыкия и России лишились тысячи рабочих мест, бюджеты недополучают миллионы рублей налогов, а дольщики компании могут остаться без своего жилья. Все это происходит, несмотря на то, что президент России неоднократно требовал от чиновников прекратить кошмарить бизнес и поручал ужесточить ответственность силовиков за необоснованное преследование бизнеса. Депутат Элистинского городского собрания, президент Союза предпринимателей Республики Калмыкия Юрий Абушинов. Из письма в Рио Республики Калмыкия Хасикову Бату Сергеевичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова